Любители экстремальных видов спорта получили долгожданный подарок – скейт-парк. На этой неделе он был установлен возле здания универсально-спортивно-зрелищного комплекса «Олимп». Мини-гринбокс, мини-фанбокс, бэнк и квобер. В скейт-парке для рейдеров четыре фигуры. По словам Евгения Борисова, руководителя сноуборд-клуба, этого вполне достаточно, чтобы заниматься экстремальными видами спорта, как профессионалам, так и любителям. Я надеюсь, что вся наша молодежь будет очень рада, за то, что у нас появился в городе Воркуте скейт-парк, что теперь все могут приходить сюда и свободно проводить свое время, и общаться, кататься, двигаться, прогрессировать. Что же о любителях, некоторые из них пришли посмотреть на будущий скейт-парк, не дождавшись официального открытия. Витя Томченко учится в 35-й школе. Занимается каратэ, ходит в художественную и музыкальную школу. Но особенно он любит кататься на двухколесном скейтборде. Катаюсь я не очень долго, год. Друзья меня научили. Очень рада тому, что этот парк построили. Построят. Будем кататься обязательно. Каждый день будем ходить. Ну, хорошо было бы, если бы, например, что-нибудь навесили, чтобы он зимой работал тоже. Идея строительства скейт-парка возникла в начале этого лета. Воркутинские рейдеры обратились в отдел молодежи администрации с просьбой помочь организовать в нашем городе место для занятий экстремальными видами спорта. Совместно нами было оформлено письмо Анатолию Аркадьевичу Пуро. В конце июня мы собрали совещание под его руководством, где было принято решение о приобретении скейт-парка для нашего города. Воркутинские рейдеры смогут тренироваться здесь до наступления холодов. В начале зимы фигуры будут убраны. Скейт-парк восстановят весной. Затем, что происходит на площадке, будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Ольга Рыжова, Евгений Зайцев, ТВ Галло, Воркута. Ольга Рыжова, Евгений Зайцев, ТВ Галло, Воркута.